Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио Бум, программа «18 недель до фестиваля», в которой мы обсуждаем историю и настоящее знакового фестиваля нашего города «Джаз» на Байкале. У меня в гостях идейный вдохновитель фестиваля, художественный руководитель, руководитель продюсерского центра «Джаз» на Байкале Александр Филиппов. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Наталья! Сегодня мы говорим о четвертом фестивале, о том, какие интересные личности, какие интересные артисты были и что, собственно, изменилось. Итак, давайте, рассказывайте! С удовольствием начну рассказывать, потому что благодаря этому проекту мы действительно много стали вспоминать, потому что, ну, 18-летняя история, что-то забывается, тогда не было такого количества возможностей делать фото, видео, и вот сейчас, когда мы смотрим архивы, так скажем, всплывают очень интересные подробности, мы вспоминаем всех наших участников, и вот я надеюсь, что как раз к 18-му фестивалю мы, так скажем, все вспомним, и, возможно, даже что-нибудь напишем об этом, может быть, какую-нибудь книжечку или альманах, потому что все-таки совершеннолетие – это такой очень важный рубеж, тем более, что ежегодно мы проводили джаз на Байкале, несмотря ни на что, ни на обстоятельства, а у нас они недавно были серьезные, связанные с пандемией, да, мы все равно проводили фестиваль, но это мы потом расскажем дальше. А четвертый фестиваль ознаменялся тем, что впервые мы получили поддержку, именно поддержку не просто информационную, а именно поддержку Министерства культуры и правительства в виде выделения определенных бюджетных средств, и для нас это было очень важной победой, потому что все-таки фестиваль – мероприятие достаточно затратное, оно не коммерческое, очень много мероприятий вообще бесплатных, в частности, мастер-классы, еще какие-то благотворительные мероприятия, и поэтому поддержка Министерства культуры, она оказалась очень важной, пусть не очень большой, но это был такой первый шаг, что в фестиваль поверили не только организаторы, зрители и музыканты, но и как бы наши власти, и они поняли, что это все-таки действительно важное мероприятие, и мы вошли в список мероприятий, ну, так скажем, уже официального такого регионального масштаба. Какие гости были на фестивале? Что касается гостей, да, у нас был очень яркий проект американского саксофониста Билла Эванса, тоже, то есть один из лидеров современного мирового джаза, он называется Soul Grass, то есть в рамках этого проекта музыканты играли не традиционный джаз, это такой авторский материал, это такой сплав, наверное, джаза, джаз-рока, то есть такой фьюжн, причем очень интересные инструменты были использованы, вроде бы не совсем, часто используются в джазе, как, например, скрипка или банджо, который уже отошел, но вот такой вот очень яркий проект, Билл Эванс вместе со своим коллективом полноценно выступил на нескольких мероприятиях фестиваля, это было таким очень ярким открытием. Также у нас была певица из Соединенных Штатов Карла Кук, тоже номинантка на премию Грэмми как за лучший джазовый вокальный альбом, и она тоже, так скажем, произвела очень сильное впечатление и показала возможности современного джаза. На тот момент для очень многих людей именно вокальный джаз, он является более интересным, да, и вот как раз такой вот контраст между саксофонистом и вокалисткой, вот она как раз сейчас на экране у нас. Получается, что вот из хедлайнеров у нас вот из Америки были два состава, квартет Карла Кук и коллектив Билла Эванса. Также в рамках фестиваля выступали музыканты из Европы, такой интересный очень пианист молодой Поль Ляй, который играл авторскую музыку. У нас приехал оркестр впервые на фестиваль из Улан-Удэ, джазовый большой биг-бенд, и, соответственно, выступало большое количество уже иркутских музыкантов. Иркутских музыкантов, да. И это тоже важно, потому что в фестивальной площадке не всегда есть возможность дать возможность выступить начинающим молодым местным музыкантам. В рамках четвертого фестиваля это удалось, и молодые музыканты, и не только молодые, но иркутские коллективы, они тоже ярко, так скажем, представились на этом фестивале. Вот такие вот особенности этого фестиваля. Аудитория расширилась? Ну, с каждым годом она расширялась, аудитория. И учитывая то, что как раз молодые музыканты увидели, что, так скажем, фестиваль развивается, и что у них есть возможность показать свое творчество, они, соответственно, и своих, так скажем, людей, знакомых, там, не знаю, родственников, которые раньше, может быть, не всегда имели возможность их увидеть на большой сцене. А здесь, благодаря появлению возможностей на фестиваль, то есть эти ребята тоже, так скажем, приглашали свою аудиторию. Таким образом, аудитория фестивальная становилась шире, и она начала молодеть. То есть, ну, как бы считается, ну, сейчас уже так не считается, но раньше считалось, что джаз – это музыка такая вроде как сложная, не всем понятная, не всем доступная. Ну, вот, благодаря подобным фестивалям или мероприятиям мы, так скажем, стереотипы ломаем, и сейчас мы это очень хорошо видим. Спасибо большое, Александр. Это была программа «18 недель до фестиваля», в которой мы обсуждаем джаз на Байкале. Увидимся в следующих выпусках нашей программы. До свидания. До свидания. До свидания.